Мы обращаемся к Пушкину для того, чтобы мы установили ту зону, которая называется нравственность, которая объединяет всех и живых, и мёртвых, те, кто с нами, те, кто уже, как пишет Пушкин, не на перекличке. Я думаю, что это способ привлечь внимание наших современников к проблеме, которая сегодня в России. Ну что, давайте начнём по традиции, по литературной традиции, начнем с эпиграфа. Ещё кого не досчитались вы? Кто изменил пленительные привычки? Кого из вас увлёк холодный свет? Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришёл? Кого между нами нет? Александр Сергеевич Пушкин. Открытое письмо Александру Сергеевичу Пушкину. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, так вышло, что совсем недавно не стало Станислава Говорухина, который заслуженно был отмечен президентом современной России Владимир Владимирович Путиным, как человек избранный. Вероятно, это действительно так и есть. Но обстоятельства этого факта здесь важнее, чем сам факт. Так в чём же была его особенная статья? Видимо, и скорее всего, в понимании нравственного вопроса, воплотившегося в одном из его фильмов «Ворошиловский стрелок», в простых и понятных всем словах выдающегося русского актёра Михаила Ульянова. «Совесть! Совесть потеряли!» Получается, что вас, Александр Сергеевич, Говорухина и Ульянова уже нет с нами на перекличке. А нравственность, нравственность всегда здесь, с нами. И нравственный вопрос тут, как тут, был, есть и будет вечно. И вот если теперь знать, что совесть – это аналитическая форма стыда, а стыд – именно то чувство, которое выделяет человека из животной природы, то многое можно понять и предвидеть. И ваш пример другим наукам. Хотя, к сожалению, пока не всем, по крайней мере, в действующем, в кавычках, российском правительстве. Во всяком случае, я начну именно с вас и вашего примера, и с помощью Владимира Сергеевича Соловьёва. А он пишет о вас так. «Жизнь его не враг отъял, он своею силой пал, жертва гибельного гнева». Своей силой, или сказать, своим отказом от той нравственной силы, которая была ему доступна, и пользование которой было ему всячески облегчено. Соловьёв продолжает, что вы поняли, что служение мус не терпит суеты, что прекрасное должно быть величаво, то есть красота, прежде чем быть приятной, должна быть достойной, что красота есть только ощутительная форма добра и истины. И, видимо, в этом и есть ваша нравственная высота. Скажу вам по правде, в современной России пока еще господствует эгоизм, бессмысленное наслаждение материи и стремление к популярности. «Богатые не помогают бедным, а сильные – слабым». В целом эти действия не только бессмысленные, но и своекорыстные. А значит, зло побеждает добро, и эгоизм препятствует альтруизму. И ваш пример нам пока не наука. Но надежда все еще есть, ибо нравственность всегда с нами, а главное с нами – Бог. Так кто же сегодня в России отказался от нравственной силы? Именно доступные нравственные силы и почему? В ваше время император Николай Павлович покровительствовал не только вам лично, русской культуре, искусству, но и русской промышленности. А там, как известно, и сосредоточен альтруизм. Такой альтруизм, когда обычная справедливость становится высшим милосердием. Просящему – дай, желающему занять у тебя – не отвращай. Даром получили божьим даром, даром и давайте. Давайте ближнему больше, чем он того заслуживает, и относитесь к нему лучше, чем он того достоин. Ибо сам ты себе берешь больше, чем ты того заслуживаешь, и относишься к себе лучше, чем того стоишь. Вы, конечно, не знали, да и не могли знать внука императора Николая Павловича. А ведь именно он, Александр Третий, сделал практическими идеи высшего милосердия. Император Александр Александрович с помощью Менделеева, Вышнеградского, Вита и многих других установил промышленный строй и уклад в России, благодаря которому империя стремительно развивалась, возрождалась нравственность, быстро прирастало народонаселение, государство расцветало. Теперь, к сожалению, мы только теряем народ и так день ото дня. А ваш нравственный опыт, наш русский исторический опыт, нам пока не ко двору. Обращаюсь именно к вам, Александр Сергеевич, еще и потому, что вы наше все, наш нравственный ориентир. Да и те, другие, пока те, кто мог бы понять и услышать, еще не слышат свой внутренний голос совести. А это внутреннее, добровольное подчинение сверхчеловеческому началу тут заставить нельзя, да и невозможно. Беда ведь в России наступила не вчера и даже не в 1917 году, а значительно раньше, когда умер император Александр III и Россию путем манипуляций Германии ввергли в русско-японскую войну. Затем мы потеряли тариф 1891 года покровительствующей промышленности и торговли в России и наступило социальное разложение. Низшие животные интересы возобладали над высшими. И все это продолжается до сих пор. Но несмотря на это, в нашем обществе сегодня есть ощущение, что мы на пороге перемен. Сложилась уникальная ситуация. Мы изучили и вспомнили наш русский опыт Менделеева и других. У нас появились раски и стремления к нравственности. И наш президент Владимир Владимирович Путин уверенно говорит о правде и справедливости, что, собственно, обществу в первую очередь и нужно. Но вера без дела мертва. Получается, что у него, так же, как и у вас, есть возможность воспользоваться нравственной силой, практическим идеализмом, той самой нравственной силой, от которой он сам пока и отказывается. Но мы надеемся, что он знает стыд, и материальные ценности для него только осознанная необходимость. Это невероятно, чтобы он зависел от чего-либо материального. Сейчас удивительный особый случай изменить в государстве все к лучшему. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, искренне верю, что ваш нравственный пример послужит нам всем прообразом правды и справедливости, о которой и говорит президент России. И с вашим примером, и без сомнения, именно Путин перейдет к практическим действиям по переводу России к промышленному, строю. А уж за нами, русскими людьми, дело не станет. В Рио журналиста Сергей Кобин. Так, Сергей Викторович, те другие, которые упомянуты в этом письме, те другие, кто все еще не слышит голоса внутренней совести, кого вы имеете в виду в этом письме? — Вот интересный вопрос. Сразу же всем, наверное, задумались все на эту тему, что если кроме Пушкина фигурирует Путин, то это касается Путина. Это касается нас всех. И меня. — То есть это не правительство? — И вас. И правительство в том числе. Это касается нас всех. Так сложилось, что мы почему-то думаем, что за нашу нравственность должно отвечать правительство или муниципальный совет, ну или школа, например. — Или школа, или бабушка, или еще кто-то. Нет, мы сами. Те другие — это мы. Просто есть те другие, которые облечены властью, а есть те другие, которые не облечены властью. Но и у тех, и у других нравственность — это то, что нас объединяет, а не разъединяет. Это первое. Второе. Истина, не помнящие родства, — это не есть истина. А что же такое истина? Это прообраз всеединства. А в чем же мы будем и на чем же мы будем строить свое единение? Именно на нравственности. Именно на тех принципах высшего милосердия, о которых мы сегодня говорили в письме к Пушкину. Поэтому многие могут искать безнравственность в действиях Пушкина. А я предлагаю искать нравственность. И не только в действиях Пушкина, а и в действиях Путина, а и в наших, всех наших, ваших, моих и прочих людей. Так, возвращаясь к правительству. Ну, на самом деле, это просто те люди, от которых зависит чуть-чуть больше, чем от нас всех. Правительство у вас в письме, Сергей Викторович, в кавычках. Тому премьер является Сергей Витт, бывший наш премьер. При Александре Третьем. При Александре Третьем, да. Который говорил о своем правительстве так. Бездействие или потеря силы действия. В этом смысле, сегодняшнее наше правительство, я так и оцениваю. Правительство, которое либо бездействует, либо потеряло силу действий, что касается промышленности и развития государства. Что нужно для того, чтобы убрать кавычки? Нравственность? Чтобы убрать кавычки, нужно, значит, конечно, нравственность, она нужна всегда. Это бессмысленно обсуждать. Мы с вами уйдем в мир иной, а нравственность останется. Тому пример и Говорухин, тому пример и Пушкин, тому пример и Ульянов. Нравственность неприходящая. Второе. Что же нужно для того, чтобы правительство стало действующим? Ну, первое, его профессионалист. То есть люди должны быть образованы, грамотны, подготовлены. У нас сегодня в ряде случаев министерства или какие-то там службы возглавляют, например, кандидат медицинских наук у нас отвечает, например, за связь. И таких у нас примеров более чем достаточно. Поэтому первое правительство должно быть профессионально. Но самое первое, конечно, оно должно быть нравственно. Когда у нас живет министр сутки по стоимости квартиры простенькой в Петербурге, это, конечно, абсурдно. А это вы имеете в виду министра, который ездит в гостиницах, останавливается? Министр, да, который у нас говорит... Меня удивило, честно говоря, не то, что он эти полтора миллиона там... Меня удивило другое, что он сказал, а это нормально. Я как бы считаю, ну, всякое бывает в жизни, какая-то ошибка, ну, получилось так. Ну, внеси свои деньги, что там для него миллион триста, я думаю, человек не бедный. Сказал, ребят, ну, извините, так вышло я тут... Даже обсуждать нечего. Ну, когда говорят, что это нормально, вот, что неприятно, вот, что страшно. Так, время наше в эфире подходит к концу, но я искренне надеюсь на то, что наступит день, когда кавычки вокруг слова правительства России мы все-таки снимем. Собственно, это письмо к Александру Сергеевичу было и написано для того, чтобы во всяком обществе есть общая промышленная власть, непримененное назначение которой заключается в ограничении частного своей корысти. И что в случае, если правительство этого не понимает, это должен понять президент Владимир Владимирович Путин, на нравственность которого мы и надеемся, обращаясь к письме к Пушкину, в ожидании высокой нравственности нашего президента, который он демонстрирует в словах, говоря о правде и справедливости. Вот тогда будут изменения. Ждем. Сергей Кобин, доктор технических наук. Сергей Викторович, спасибо и хорошего дня. Спасибо, всего вам доброго. До свидания.